Вторая часть. Вот со снятой крышкой замеряем фильтр GS19 в режиме измерения бета-потока. Фоновая здесь распада в этом режиме 13-14 распада на сантиметр квадратную минуту. Это очень точные результаты, потому что этот прибор, именно этот, неделю назад отвезли на завод и его откалибровали на контрольных источниках. По альфа и бете гамме, наверное, и его показания очень точные, как любят говорить, имеют законную силу. Ну вот так, 1030 распада на сантиметр квадратную минуту. Давайте с другой стороны замеряем, будет ли то же самое все. Да, то же самое. То есть прецизиозно точное стекло. Его отлили равномерно и даже распределили с солью урана по нему равномерно. 1045 распада на сантиметр квадратную минуту. Я еще не идеально ровно ложу на стекло. Поехали. 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 Ну, с обеих сторон одинаково. Хорошо. Теперь. Привожу вот так. ЗС-7. Смотрим. Да, слабенько-слабенько. По сравнению с GS-19, конечно, не то. Но есть. Давайте подождем. 240 уже распада на сантиметр квадратную минуту. Ну, тут замер неправильный, потому что счетчик больше намного, чем само стекло. Ну, здесь уже показания будут неправильные. Ну, для наглядности посмотрим. 240 с этой стороны. 243. Давайте уберем, посмотрим сколько фоновых. Фоновых 39. А нет, сколько. Ну, до 10. 10 будем считать. 10 вот фоновых. Их нужно отминусовать всегда. С другой стороны пробуем. Ну, если вплотную, вот по центру счетчика, то получается 240 с каждой стороны. Но это неправильно, потому что неравномерное поле бета потока 230. Минус 10 фоновых, значит 220 получается распада. Правильно будет вот так на расстоянии хотя бы 50 сантиметров. Так поле будет равномерно покрывать весь счетчик. Ну, 55 здесь распада. Минус 10 фоновых. А нет, 60. Значит от стекла идет 50. Распада на сантиметр квадратную минуту. На расстоянии каком? Расстояние 7 сантиметров. На расстоянии 7 сантиметров. Такие показания. Приближаем. Грегист. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот так, такая разница Так, давайте в режиме гамма Замерим это стеклышко, ну вплотную сначала условный замер Сколько? 360 микрорентген в час 350 даже Мощность дозы 3,46 микрозиверта в час Опасно Переворачиваем с другой стороны Понятно 340, хорошо Кружка В режиме гамма Просто вот так Дно Сколько показываю Тоже слабенькое, видите Зато светится красиво 210 микрорентген в час Всего-навсего 220 Ну так, хорошо Все, всем пока А в третьей части продолжим Продеверта в час Продолжение следует...